История Дарта Вейдера затрагивает каждый аспект саги о Звёздных Войнах, включая фильмы, сериалы, комиксы и книги, и она была рассказана довольно подробно. Настало время вспомнить весь его путь от мальчика-раба на Татуине до человека, который держал галактику в своих руках. Вот полная история Дарта Вейдера. За четыре десятилетия до того, как он отправился на корабль принцессы Леи и был воплощением Имперского зла, когда зрители впервые увидели его в 1977 году, у рабыни по имени Шмей Скайуокер на Татуине родился мальчик Энакин. Когда джедай Квайгон Джин несколько лет спустя спросил Шми об отце мальчика, она просто сказала ему, что у него не было отца, что заставило Квайгона сделать вывод, что Энакин был зачат сущностями Силы, известными как Миди-Хлорианы. И пускай окончательного подтверждения не было, и в фильмах, и в комиксах в значительной степени подразумевается, что Энакин был зачат Миди-Хлорианами после манипуляций лорда Ситхов Дарта Плэгаса и его ученика Дарта Сидюса. У Энакина был огромный интеллект и мастерство с самого раннего возраста, и он был настолько искусен в механике и ремонте, что создал протокольного дроида Ситрипио ещё до того, как ему исполнилось 10 лет. Он также был искусным гонщиком, что было редкостью, поскольку человеческие рефлексы были слишком медленными для такого опасного спорта, который привлек внимание пары рыцарей-джедаев. Узнав о любопытном происхождении Энакина и проверив количество Миди-Хлориан в его крови, Квай-Гон убедился в потенциале Энакина как джедая. При поддержке Квай-Гона Энакин получил свободу от рабства и последовал с Квай-Гоном и Оби-Ваном на Корусант, к сожалению, оставив свою мать на Татуине. Квай-Гон представил Энакина Высшему Совету джедаев, убежденный, что мальчик может быть тем самым избранным, который принесет равновесие в силу. Магистры Йода и Мейс Виндоу с осторожностью отнеслись к возрасту мальчика и его дерзкому поведению, но Квай-Гон умолял о возможности тренировать его. В битве за Набу Энакин пилотировал Истребитель против Торговой Федерации, доказав, что его рефлексы джедая и мастерство пилота выходят за рамки гонок на подах. После того, как битва завершилась, он обнаружил, что Квай-Гон был убит от рук Дарта Мола, и Оби-Ван дал клятву обучать Энакина, в соответствии с желаниями своего мастера. Высший Совет согласился, и Энакин стал падаваном. Энакин провел следующее десятилетие в качестве ученика Оби-Вана, и показал себя чрезвычайно умелым джедаем, который также имел склонность к безрассудству. В юношестве он воссоединился с тогдашним сенатором Падме Амидалой на Корусанте, когда ему и Оби-Вану было поручено охранять её жизнь после покушения на убийство. – Мы узнаем, кто пытается убить тебя, Падме. Я председаю тебе. – Мы не преодолим нашим мандатом, мой молодой падауан-учитель. Пока Оби-Ван пытался разыскать людей, стоящих за покушением на жизнь Падме, Энакин остался в качестве её личного телохранителя и сопровождал её обратно на Набу. Сенатор и джедай вскоре не сдержали своих чувств, но мрачные тенденции Энакина проявили себя, когда его стали мучить видения его матери. Вместе с Падме он отправился на Татуин и узнал, что теперь Шми Скайуокер была продана человеку, который освободил её и женился на ней. А сейчас она находится в плену у Таскинов. Энакин выследил племя Таскинов и нашел мать, которая умерла у него на руках, увидев его в последний раз. В ярости Скайуокер зарезал всё племя, включая женщин и детей, и поклялся Падме, что он достигнет такого могущества, что не позволит умереть людям, которые ему дороги. И так началось его погружение во тьму. После инцидента с Таскинами Энакин и Падме покинули Татуин, чтобы спасти Оби-Вана, который был взят в плен с сепаратистами. К сожалению, они, как и Оби-Ван, вскоре были захвачены лидером сепаратистов, темным владыкой ситхов, графом Дуку, и приговорены к смертной казни на гладиаторской арене. Им на помощь пришли джедаи, и после неравной битвы прибыло подкрепление в виде армии клонов, которую обнаружил Оби-Ван. Под руководством Йоды и Мейса Винду они победили сепаратистов в первом сражении Воин-Клонов. Поскольку битва ещё продолжалась, Энакин и Оби-Ван втянули Дуку в поединок на световых мечах, но безрассудство Энакина сыграло с ним злую шутку, когда он попытался сразиться с Дуку в одиночку. Ситх победил Энакина, отрезав ему правую руку, но затем Йода одолел его в бою. Вскоре после этого Энакин и Падме втайне поженились, а дроиды C-3PO и R2-D2 были их свидетелями, потому что Орден джедаев запрещал подобные романтические отношения. Войны клонов набирали силу. Энакин был повышен до рыцаря-джедая и стал ключевым генералом Республики. Его способности и уверенность росли, но также росло и его безрассудство, и, как следствие, его страх потерять тех, кого он любил. Стремясь помочь, Йода предложил Энакину научиться отпускать людей и приставил к нему ученика, который однажды выйдет за пределы его обучения. Он был в паре с молодым падаваном по имени Асока Тано, и пускай у них изначально были трения из-за злобной натуры Асоки, они в конечном итоге стали друзьями. – Мастер, если ты мне научил одну вещь, то что ничего не легко, когда ты рядом. По мере того, как шли войны, Асока развивалась вместе со своим мастером, пока её не подставили и не арестовали за взрыв в Храме джедаев, который устроил один из её друзей. Асока была исключена из Ордена джедаев, но Энакин и Падме верили в её невиновность и в конечном итоге смогли найти доказательства, которые привели к её оправданию в суде. И пускай ей предложили повторно войти в ряды джедаев, Асока разочаровалась после суда и решила оставить джедаев позади. То, как обращались с его бывшим учеником, стало глубоким разочарованием для Энакина, который начал терять веру в высший совет джедаев. К концу Войн клонов растущие способности Энакина и его предполагаемый статус избранного привлекли внимание темного владыки ситхов Дарта Сидиуса. Сидиус манипулировал всей войной из-за кулис через свою двойную роль темного владыки ситхов и канцлера Палпатина. Он оказал ключевое влияние на Скайуокера в последние дни войны, убедив его хладнокровно убить графа Дуку в разгар космического сражения над Корусантом. Энакин подчинился, обезглавив Дуку, и Палпатин продолжил приглядывать за Энакином. Он сделал из него своего агента, назначив его своим эмиссаром в Совет джедаев. Совет подчинился пожеланиям канцлера, но при этом отказался присвоить Энакину звание Магистра, что ещё больше обострило его разочарование, даже несмотря на то, что Оби-Ван продолжал защищать его. – Я тебя участвовал, когда ты был маленький парень. Я тебе научил все, что я знаю. И ты становишься гораздо большим джедемом, чем я могла бы быть. К сожалению, отказ дать Энакину звание Магистра, в сочетании с его частыми видениями умирающей Падме, которая на тот момент уже была беременна, побудила Палпатина манипулятивно открыться Энакину, убедив его, что может его научить предотвратить смерть своих близких, используя темную сторону Силы. Энакин, разбираемый внутренним конфликтом, сначала донес Мейсу Винду, что Палпатин является темным владыкой ситхов, а затем помог Палпатину убить Мейса Винду в надежде узнать, как спасти Падме. Энакин был подавлен тем, что предал джедаев, но покорился своему новому мастеру, который, в свою очередь, назвал его Дартом Вейдером. Палпатин отправил Вейдера в Храм джедаев в рамках своей Великой чистки, где Вейдер жестоко убил любого использующего Силу на своем пути, включая детей. Затем Вейдер отправился на огненную планету Мустафар, а Оби-Ван и Падме, узнав о его предательстве, последовали за ним, чтобы остановить его. Разъярённой ложной идеей, что его прежний мастер и жена работали сообща, чтобы предать его, он использовал Силу, чтобы придушить Падме, от чего она потеряла сознание, но не умерла, а затем он втянул Оби-Вана в дуэль на световых мечах. В конечном счете, Оби-Ван оказался на более высокой точке и, отрубив обе ноги Вейдера, оставил его умирать рядом с лавой. Палпатин спас своего ученика, после чего одел на него спасительный костюм доспехов, что и превратило его в того самого Дарта Вейдера, которого мы все знаем и любим. Палпатин также сказал Вейдеру, что тот случайно убил Падме из своих нерожденных детей на Мустафаре. По правде говоря, Падме умерла от разбитого сердца, но успела втайне родить близнецов Люка и Лею, которые были разлучены и спрятаны от Энакина. Вейдер занял свое место на стороне Палпатина, когда Республика стала Галактической Империей, но все еще питал сильное желание вернуть Падме любой ценой. Прошло два десятилетия, и Империя продолжала расти, а Вейдер продолжал свои усилия по искоренению оставшихся джедаев. Он должен был смириться с планами Палпатина, усилить его соревновательную натуру, набирая других воинов, которые могли бы служить заменой Вейдера на стороне Императора. Именно в эту эпоху Палпатин подарил Вейдеру маску, принадлежащую Момину, древнему темному владыке ситхов, дух которого все еще оставался в маске. Вейдер воспользовался вратами, открытыми Момином, чтобы найти дух Падме в попытке вернуть ее обратно, но вместо этого он обнаружил тьму, когда ее форма распалась перед его глазами. Вейдер окончательно убедился, что и Падме, и Энакин Скайуокер мертвы, и что его прошлое больше не имеет значения. В то время как Вейдер преследовал свои собственные интересы, формировалось революционное движение, превращаясь в Альянс Повстанцев – группу, которая стремилась вести полномасштабную войну против Империи. В те первые дни Асока Тано присоединилась к Альянсу, сражаясь с Вейдером до ее, как он посчитал, смерти. Восстание получило неожиданное преимущество через 19 лет после падения Республики, когда им удалось захватить планы разрушающей планеты боевой станции под названием Звезда Смерти. Вейдер руководил погоней за повстанцами и сумел поймать одного из их лидеров – принцессу Лею Органу, и никто из них понятия не имел о том, что Лея – его давно потерянная дочь. После уничтожения родной для Леи планеты, Альдеран, Вейдер неожиданно встретился со старым другом. Когда небольшая группа, в которую входил Оби-Ван Кеноби, проникла на Звезду Смерти, чтобы спасти Лею, магистр и его бывший ученик решили, что пришло время для реванша. На этот раз у Оби-Вана не было преимущества, и он слился с силой, прежде чем Вейдер смог убить своего бывшего учителя. Операция по спасению Леи прошла успешно, и повстанцы использовали планы Звезды Смерти для атаки. В последующем сражении Вейдер чуть не убил пилота повстанцев, Люка Скайуокера, и снова никто из них понятия не имел о том, что Люк – его давно потерянный сын. Люк произвел решающий выстрел и уничтожил Звезду Смерти, что стало первой крупной победой Альянса. Узнав об истинной личности Люка через своих агентов, Вейдер наконец-то выследил своего сына на открытой базе на ледяной планете Ход. Пока повстанцы бежали, Палпатин раскрыл свои знания о Люке Вейдеру, и оба начали работать над тем, чтобы перевести молодого Скайуокера на темную сторону. Вейдер захватил друзей Люка, Хана и Лею, используя их в качестве приманки, чтобы выманить Люка, которого теперь обучал Йода, последние два десятилетия жившей в Изгнании. План сработал, и Люк прибыл на Беспен, чтобы сразиться с Вейдером и спасти своих друзей. Тот победил молодого джедая в поединке на световых мечах, отрезав правую руку Люка, и раскрыл, что он – его отец. Вместо того, чтобы присоединиться к темной стороне, Люк решил, что скорее погибнет, однако Лея спасла его в Соколе Тысячелетия. Вейдер вернулся с Беспена, чтобы помочь наблюдать за строительством второй Звезды Смерти, планируя вместе с Императором использовать новое супероружие в качестве приманки, чтобы поймать и победить восстания, заставив их считать себя более уязвимыми, чем есть на самом деле. Люк вновь появился на лесной луне Эндор, позволив себя поймать, после чего его доставили на Звезду Смерти. Он был полон решимости на реванш с Вейдером, ровно настолько же, насколько Вейдер был полон решимости обратить своего сына на Темную сторону, приведя его к Императору. Во время последовавшей дуэли Вейдер уловил в сознании своего сына, что у него есть сестра – второй ребенок Вейдера – и использовал эти знания, чтобы вызвать гнев Люка. Однако вместо того, чтобы обратиться на Темную сторону, Люк отбросил свое оружие в сторону. Это не понравилось Палпатину, который ответил с помощью молнии Силы в попытке убить Люка. Но наблюдение за тем, как умирает его сын, что-то изменило в сознании Вейдера. Слабый и израненный, он сумел бросить своего мастера в ядро Звезды Смерти. С последним вдохом Энакин Скайуокер отошел от Темной стороны и сказал своему сыну, что он был прав насчет него все время. Победа повстанцев над второй Звездой Смерти ознаменовала начало конца Галактической Империи. Однако наследие Вейдера как легенды Темной стороны продолжало жить и укоренилось в лице его внука, ребенка Леи и Хана, Бена Соло. Бен привлек внимание Сноука, могущественного владыки Темной стороны, который почувствовал темный потенциал в родословной Скайуокера и попытался развить его внутри Бена. Ему это удалось, и Бен Соло поднялся против своего дяди, магистра-джедая Люка Скайуокера, положив конец с попытками Люка возродить Орден джедаев. Когда он полностью перешел на Темную сторону, Бен Соло взял себе имя Кайло Рен и поклялся завершить миссию Вейдера по уничтожению всех джедаев. Он даже приобрел старый шлем Вейдера, который был частично сожжен в погребальном костре Энакина Скайуокера. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про Звездные войны, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!